МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Третье рождественские образовательные чтения Руссовской епархии. Любовь – это готовность, когда нападут на твою возлюбленную, на твоего ребенка, закрыть их к своей грудь. Вот она, любовь. Центру социальной помощи «Солнышко» исполнилось 20 лет. Когда приходишь в такое солнышко, где мы сейчас сами находимся, а если напишешь на это где-то, ну, все лучше переворачиваться. В инициативе Смоленской областной думы в регионе проходили информационные семинары для депутатов представительных органов власти муниципальных образований. Последнее подобное мероприятие состоялось в Десногорске 28 ноября в здании администрации. Подробности далее. Семинар был проведен для депутатов Десногорского городского совета и Совета депутатов Первомайского сельского поселения Шумячского района. Главная задача мероприятия – оказание методической и информационной помощи в организации деятельности представительных органов муниципальных образований Смоленской области. Председателем мероприятия стал депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко. Ведет того, каков качественный состав депутатов, насколько высокого образовательные и профессиональные уровни депутатов, во многом зависит успешная деятельность Совета у депутатов цели. На заседании были подробно освещены вопросы о полномочиях и структуре представительных органов организации нормотворческой деятельности и статусе депутата. Так, доклад одного из выступающих, Юрия Кашанского, подробно осветил основные формы деятельности депутатов, их права и обязанности. Участников семинара проинформировали о специфике взаимодействия органов прокуратуры Смоленской области и органов местного самоуправления, а также об особенностях осуществления финансового контроля муниципальных образований и использования бюджетных средств. Также в рамках бюджетного законодательства контрольно-счетного органа проводит обязательную экспертизу проекта бюджета на очередной финансовый год и главный период. Целью данного мероприятия является определение достоверности и основанности показателей формирования бюджета. По мнению депутатов Десногорского городского совета, такой формат круглого стола более эффективен, чем областные семинары с большей аудиторией. Благодаря этому удалось задать интересующие вопросы областным депутатам и профильным специалистам. До Десногорска подобный семинар прошел в Духовщинском, Вяземском и Красненском районах. Рождественские чтения – это одно из знаковых событий, которые завершает календарный год и задает вектор духовно-нравственного развития. По всей России проводятся сотни мероприятий разного уровня, от школьных до областных, которые в этом году посвящены предстоящей победе Великой Отечественной войне. Тему чтения этого года – Великая Победа, Наследие и Наследники – определила сама жизнь. Предстоящий 2020 год – год 75-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Это символ уникального характера русского народа, духа патриотизма и высоких моральных качеств. Уверен, что региональный этап рождественских образовательных чтений Ростовской епархии пройдет в высшей степени заинтересованно, откроет новые практики в нашей совместной работе, внесет существенный вклад в гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения смоляр. 2 декабря городской дом культуры города Рославля стал площадкой для конструктивного диалога в сфере вопросов образования, просвещения и воспитания подрастающего поколения. Мероприятие объединило представителей власти региона, духовенства, педагогического сообщества. Наследие этой Победы – это и есть состояние внутреннего духовного мира человека. Готовность не просто говорить «мы говорим, мы говорим», да, как сейчас часто молодые люди, «любовь, любовь, любовь». Что такое любовь? А любовь – это готовность, когда нападут на твою возлюбленную, на твоего ребенка, закрыть их к своей грудью. Вот она, любовь. За особые заслуги в наставническом труде были награждены преподаватели региона. Так впервые утвержденную в 2019 году премию «Сеятель знаний на Неву народную» получила Виктория Винокурова, учитель средней школы номер 3 города Десногорска. Архиерейская грамота также вручена представителю Десногорска. За результаты в духовно-нравственном воспитании молодежи награждена Татьяна Токарева, председатель комитета по образованию муниципалитета. Токарева Татьяна Владимировна, председатель комитета по образованию города Десногорска. Ярким финалом мероприятия стало выступление театра «Авангард» руководителя Виктории Винокуровой. Коллектив из Десногорска представил трогательную и глубокую постановку о жизненном пути Елизаветы Юрьевны Скобцовой, российской монахине, участнице французского сопротивления. Важным результатом чтений стало подписание соглашений о просветительской работе. Десногорск – один из девяти муниципалитетов, тем самым официально подтвердил свою готовность и дальше пропагандировать культуру патриотизма, воспитания молодежи. Оно между кем и кем заключено? Между Рословской епархией, Рословской православной церкви и администрацией муниципального образования города Десногорска. По окончании мероприятия участниками чтений была принята резолюция, согласно которой подобная практика духовно-нравственных семинаров будет продолжена. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна-ТВ Центр социальной помощи детям «Солнышко» – особое учреждение, в котором дети с непростой судьбой обретают дом на время решения сложных, недетских вопросов. Недавно эта важная для города организация отметила юбилей. Подробности далее. Десногорский Центр социальной помощи семьей детям «Солнышко» отметил свое 20-летие. Поздравления от своих друзей и всех неравнодушных коллектив Центра принимал на праздничном концерте 29 ноября. Мы рады приветствовать вас в нашем маленьком, но уютном, теплом зале. Хотим сегодня в честь нашего юбилея поблагодарить вас всех, что вы выбрали свободное время и уделили внимание нашему маленькому «Солнышку». Центр «Солнышко» был открыт 11 ноября 1999 года. Это место стало домом для детей, которые попали в сложную жизненную ситуацию и остались без поддержки родителей. За годы успешной работы коллектив учреждения не только приобрел себе репутацию профессионалов, но и обзавелся большим количеством друзей. В стенах Центра «Солнышко» ваш профессиональный творческий коллектив создает для юных жителей Десногорска домашний уют, открывает им удивительный мир знаний, укрепляет в них нравственные качества. Смоленская атомная электростанция, городские предприятия и организации, администрация Десногорска. Благодаря этим общим усилиям «Солнышко» согревает теплом все новых детей и родителей. Это тяжелый труд, который, может быть, не всегда заметен окружающим. Но когда приходишь вот в такое солнышко, где мы сейчас сами находимся, а если не пришли на этих деток, ну, все в душе переворачивается. За 20 лет работы из стен Центра «Солнышко» вышло более 2000 ребят. Сегодня здесь оказывают помощь не только детям, но и семьям. А также учат всем тонкостям воспитания детей в школе приемных родителей. Останки бойца Красной армии «Барташа» Георгия Силовича были найдены поисковым отрядом за родину в лесах Калужской области. О пропавшем без вести солдате скоро узнали и его родственники. И вот спустя 76 лет боец обрел покой в родном хуторе в Кореновском районе Краснодарского края. Это один из более чем 50 бойцов, которых поисковики Десногорского отряда за родину подняли в этом году. Несмотря на всю сложность поисковых работ, практически каждая экспедиция поискового отряда проливает новый свет на историю войны и судьбу отдельного ее участника. В конце выпуска о погоде. 6 декабря в Десногорске солнечно, температура днем около нуля, ночью минус три. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»